Привет друзья! Опубликованы кадры работы нового российского ЗРК С-350 «Витязь» армейский индекс 50Р6А, принятый на вооружение в 2020 году. ЗРК средней дальности С-350 «Витязь» разработан концерном «Алмаз Антей» и должен заменить ЗРК С-300ПС и ЗРК БУК М1-2. ЗРК «Витязь» состоит из пусковой установки 50П6Е, узкозаряжающей установки 50П6ТЕ, многофункциональной РЛС 50Н6Е с пассивным электронным сканированием и пункта боевого управления 50К6Е, размещенных на шасси баз. Может использоваться и РЛС обнаружения целей 92Н6 от ПВО С-400 и автономный всевысотный обнаружитель 97Л6Е. Основная функция ПВО «Витязь» — прикрытие ЗРК С-300В4, С-400 и С-500 и других объектов от ракетных атак и средних БПЛА. Малоразмерные дроны РЛС, наверное, не видит. ЗРК С-350 способен поражать тактические ракеты «Атакамс», крылатые ракеты «Штормшедо», «Скальп» и «Джи», ракеты «РСЗО Хаймерс», самолеты и БПЛА. Одна пусковая установка ЗРК С-350 содержит 12 ракет, и способна произвести залп, равнозначный дивизиону ЗРК С-300. ЗРК «Витязь» может работать в автоматическом режиме, в активном и пассивном режиме радиолокации. Комплекс использует ракеты 9М96Е, 9М96Е2 от ЗРК С-400 и ракеты 9М100Е. Существует и южнокорейский аналог ПВО КМСЭ, разработанный совместно с Россией, а также корабельный ЗРК «Ресурс». Подробные характеристики комплекса на экране. ЗРК способен одновременно обстреливать 16 аэродинамических и 12 баллистических целей. Дальность поражения аэродинамических целей до 60 км, на высотах от 10 метров до 30 км. Баллистические цели поражаются на дальности до 30 км и высоте до 25 км. Время развертывания ЗРК в боевое положение 5 минут. Расчет комплекса – 3 человека. Цена дивизиона ЗРК С-350 «Витязь» предположительно около 135 млн долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.